Что бы сказали Трампу и Зеленскому? Давайте немного поиграем с вами в Авану и Лексусу. Ну, это серьезный вопрос. Я не готов обсуждать, что я скажу в Авану и Лексусу, потому что в эфире это не должно звучать, как мне кажется, эти слова, что я скажу им. А то, что я реальным президенту Украины и Америки сказал бы, я могу сказать. Если я стану президентом, а я думаю, что если меня сейчас на этих выборах отстранят, то на следующих уже будет это сложнее сделать, а следующие выборы будут сильно ближе, чем через 6 лет, я в этом уверен. То я бы сказал следующее. Это, собственно, написано в моем тексте «План надежды на первый день». Там написано. Я предложу им первое. Немедленно прекратить боевые действия, чтобы, знаете, не летели ракеты и дроны ни в Белгород, ни в Харьков. Это можно сделать быстро довольно. И предложу второе, без чего первое, на самом деле, долго не протянет. Снова начнется все. А второе – это начать серьезные, тяжелые, долгие, мирные переговоры. И я знаю, что я скажу и Трампу, и Зеленскому, или Байдену, или Арестовичу. Я же не знаю, кто будет президентом Украины, когда я стану президентом России. Точно не Байден. Давайте сразу. Точно не Байден. Нет, я не хочу. Мне все равно. Я скажу, на самом деле, знаете, что скажу? Я же понимаю, что они будут говорить. Они будут говорить. То есть я понимаю. Я им говорю, давайте, стоп. Они скажут, не, 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 мистер Надеждин, давайте вы уберете российские войска из Крыма, Донецка, Луганска. Так мы не договоримся, естественно. Но я знаю, что им надо сказать. Я им скажу следующее, господа. Вот как вы думаете, что вообще важнее? Я понимаю, что очень важно, где будет проходить граница России и Украины. Действительно очень важно. Особенно для украинцев. Но я также понимаю, что крайне важно, чтобы люди перестали убивать друг друга. Крайне важно, чтобы, как я уже сказал, не летели дроны и ракеты ни в Белгород, ни в Курск, ни в Подмосковье, даже сюда прилетают, где я нахожусь. И также важно, чтобы не летело все это в Харьков, в Киев, в Одессу. И вот вопрос задайте себе, господа, а что важнее? Где будет проходить эта линия границы, что, уверяю вас, через 50 лет будет совсем не важно? Или важно, чтобы здесь и сейчас не гибли люди, в том числе мирные жители? Вот что важнее? И вот я думаю, что на этот вопрос у них ответ будет такой же, как у меня. Важнее, чтобы не гибли люди. Субтитры создавал DimaTorzok